Город по-прежнему остается проблемным. Вопросы коммунального хозяйства, ветхого жилья и систем жизнеобеспечения города не решены, либо решаются слишком медленно. Об итогах рабочей поездки Михаила Игнатьева и решения ряда проблем городского хозяйства в нашем репортаже. Визит Михаила Игнатьева в Шумерлио начался с проблемного объекта жизнеобеспечения, городских водопроводных и канализационных очистных сооружений. По словам директора Шумерлинского водоканала Марата Хусеинова, предприятием было закуплено современное лабораторное оборудование более чем на 500 тысяч рублей. Новые технологические возможности позволяют проводить более точные анализы соответствия с актуальными санитарными нормами, что подтвердила начальник лаборатории Марина Трынова. Работа по расширению лаборатории будет проводиться и в дальнейшем, но остается открытым вопрос об основных рабочих мощностях очистных сооружений и ремонте зданий водоканала. Больше половины оборудования сегодня изношено до критической отметки. Ремонт предприятия не производился с 1989 года. Необходимо ускорить работы по освоению инвестиционной программы модернизации предприятия как стратегического объекта города с перспективой на 20-30 лет, отметил Михаил Игнатьев. В администрации города Шумерлин Михаил Игнатьев провел рабочее заседание с участием депутатов городского собрания и почетными жителями города. В этом году уже второй объезд. Встречаемся в разных форматах. Встречаемся с депутатами городских и сельских собраний депутатов с одной единственной целью, чтобы обсудить вопросы обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в этом непростом 2015 году. Глава республики отметил, что в соответствии с государственными программами работа проводится, но по-прежнему насущными вопросами в управлении городом остаются проблемы жилищно-коммунального хозяйства и решение вопроса дорог. Правительство столько раз уже помогало Шумерли реструктуризировать долги за газ. Какие-то вопросы сняты с повестки дня, но нельзя все решить за чиновников. Люди ждут реальных действий от городских властей. Решение некоторых проблем пущены на самотек. Проблемы в городе остаются, отметил Михаил Игнатьев. Город не ищет путей пополнения доходной части бюджета. Не обошли стороной вопрос переселения горожан из ветхого и аварийного жилья, затянувшегося по вине подрядчика. В 2014 году город не выполнил годовое плановое значение по вводу в эксплуатацию жилых площадей. Результаты составили 85% от плановых показателей, отметил в своем выступлении министр строительства Олег Марков. Предстоящему празднованию 70-летия Победы глава Чувашия вручил юбилейные медали участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, жителям города Шумерли. Михаил Игнатьев поблагодарил ветеранов за совершенный ими в годы войны подвиг и пожелал долгих лет жизни.